Ну и, наконец, последняя история с Калием, с белорусским. Все, что написано в интернете и в СМИ за последние несколько дней, однозначно показывают, что российские олигархи вели себя так же, как они себя привыкли вести в своей среде, с железной логикой, кто сильнее, тот и прав, а закона не существует. Но, во-первых, в Белоруссии несколько другое отношение к закону, во-вторых, для Белоруссии калий это вещь принципиально важная, как для России нефть. Ну представьте себе на секундочку, что какая-нибудь страна начала бы, даже не страна, а какие-то люди, исходя из своих чисто коммерческих интересов, стали бы опускать мировые цены на нефть. И при этом бы еще приезжали в Россию, ну ясно бы их бы арестовали и посадили, было бы очень сложно. Отбиться. Ну просто потому, что это критическая вещь для власти. Абсолютно такая же ситуация в Белоруссии. Но вот тут самое интересное. Ну казалось бы, как поступают цивилизованные люди? Они говорят, отлично, вы обвинили нашего человека в том, что он нарушил закон. Замечательно, давайте перейдем в суд. У нас есть адвокаты, у нас есть доказательства, и в этом суде мы публично будем защищаться. И горе вам, если вдруг выяснится, что, соответственно, это обвинение было незаконно. Потому что в этом случае мы вам покажем. Отметим, что с точки зрения Белоруссии это вот покажем, оно абсолютно материально. Потому что все прекрасно понимают, что любые финансовые санкции к Белоруссии, которые будут предъявлены в разные другие суды, будут с большим удовольствием западным исполнены в силу особой любви к Белоруссии вообще, и Лукашенко в частности. А если мы будем, как бы, это цивилизованный метод. Метод коммерческий состоит в том, что надо бегать по судьям, следователям и так далее, предлагать им чемоданы и говорить, ребята, ну давайте, как бы, там, под подписочку, давайте туда, сюда. Этот метод, впрочем, в Белоруссии, скорее всего, не сработает. Тем более, когда речь идет о, как бы, о Калии. Но был выбран третий путь. Как мы все знаем, руководители, как бы, и Керимов, и Волошин, которые председатель Совета директоров Урал-Калии, это лидеры так называемой семейно-либеральной бизнес-группировки, которая при этом одновременно является и политической группировкой, а почему закона на нее в России нет. И эта группировка начала очень активно использовать свои возможности для того, чтобы давить на Белоруссию, в том числе административной. То есть, фактически, для защиты руководителя бизнес-структуры, обвиненного в уголовном преступлении, используются коррупционные методы. То есть, иными словами, приходится к некому человеку в правительстве, ему говорят, парень, ну ты же наш, вот смотри, ты по нашей линии сколько получил, ну или твоя жена получила, это непринципиально, давай отрабатываем. И что мы видим, начинаются санкции против Белоруссии. То есть, иными словами, конкретные люди в рамках своих конкретных бизнес-схем начинают использовать государство как свой частный коммерческий ресурс, подрывая при этом базовый политический процесс, куратором которого является Путин. Вот это демонстрация возможностей нашего президента. Я могу вас уверить, если Путин пойдет на попятный, ну я не знаю, его разорвут как тузик-грелку. А если он не пойдет на попятный, то есть, а теоретически, что должен делать руководитель государства в такой ситуации, он должен вызывать соответствующего чиновника и говорить, дружок, ты превысил свои полномочия в части политических решений, и поэтому ты уходишь в отставку. Ну а Следственный комитет уже да, уже да, на указание проверить, не занимался ли ты на государственной службе разного рода спорными коммерческими мероприятиями. Пока этого не сделано, и на самом деле очень интересно посмотреть, будет ли это сделано, потому что это вопрос принципиальный. Одно очевидно, Лукашенко от своих позиций не отступит. Это для Белоруссии вопрос жизни или смерти, а Лукашенко руководитель государства. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Я займу еще несколько минут на свое выступление, прежде чем перейду к ответам на вопросы. Так вот, Лукашенко руководитель государства, и он очень хорошо понимает свою ответственность. Именно по этой причине он понимает, что никакие закулисные договоренности без полного решения проблемы, то есть возврата тех рынков, которые были у белорусских колейщиков, невозможны. Это значит, что эта напряженность будет продолжаться. Путин пока молчит. Косвенно он этим уже показал, что он не входит в бизнес-группу Волошина, Керимова и других представителей. Их там довольно много. Но это только косвенно. А прямо как руководитель государства, который прямо поставил перед собой некоторые политические задачи, он еще своего слова не сказал. И чем дольше он молчит, тем больше вероятность того, что альтернативные его интересам силы, я сейчас даже не буду говорить, кому выгодно разрушение таможенного союза, будут только усиливаться. Ему мало болотного процесса, он получит еще, если будет молчать дальше. Ну вот, собственно, как бы мое выступление на этом закончилось. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8495-788-107-0, я начинаю отвечать на вопросы. Слушатели. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Михаил Владимирович. По Белоруссии хотелось бы сказать, но и потом вопрос еще к вам задать по Сирии. По Белоруссии, мне кажется, Лукашенко помогает просто Путина сейчас ударить по той либеральной братье нашей, которая уже чувствует абсолютную безнаказанность в нашей стране. Вот, это мое мнение. Здравствуйте. Олег, здравствуйте, Владимир Михайлович говорит. Скажите, пожалуйста, Михаил, вот сейчас Украина, ну, в общем-то, делает попытки вступить в Евросоюз. Ну, была идея в свое время создать санитарный кордон вокруг России. Не является ли вот то, что происходит в Белоруссии, ну, разрушение этого государства, чтобы можно было тоже как-то влиять на него? Ну, насчет того, что Украина собирается вступать в Евросоюз, это даже не смешно. Никто ее туда не собирается принимать. Я вообще не уверен, что Евросоюз будет в нынешнем УВПД, там, через три года. Но дело не в этом, а дело в том, что кордон, да. Что касается событий в Белоруссии, нет, ну, очевидно совершенно, что, ну, там, Бумгертнер, это как бы шестерка, да. Он бизнесом занимается и зарабатывает деньги так, как его научили, в том числе кидая партнеров. Это такой способ существования. Я думаю, ему кто-то гарантировал безопасность. А вот эти кто-то, которые сидят в России, да, они получили четкие указания. Я думаю, что из своих друзей из Вашингтонска. Ну, не секрет, да, что таможенный союз, которым во многом был сделан, как бы, в результате работы Глазьева, как только вот эта вот группа Глазьева отстранила и пришла там к власти, и там, как бы, стали управлять Христиенко и Шувалов, мы получили резкое торможение всех интеграционных процессов. А теперь, соответственно, сделана попытка развалить и то, что уже существует. Ну, это же абсолютно очевидно. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, меня Андрей зовут. Я понимаю, что решение вопросов в Беларуси, безусловно, многие бежат через Москву. У меня такой вопрос. Если кризис вот этот будет, начавшись в Беларусской Азии, усиливаться, какая-то прочность у Беларуси и маневр у Лукашенко. Есть возможность к кому-то обратиться, ну, чтобы ситуацию не усугублять, я имею в виду, внутреннюю в Беларуси? Да, вы знаете, Лукашенко выдающийся политический деятель. Давайте уж смотреть правде в глаза. Его можно любить, можно не любить, но он, как политический деятель, человек абсолютно выдающийся. Я думаю, что он что-нибудь придумает. Ну, я вижу здесь один выход, это непосредственно обращаться одновременно к Путину и к Назарбаеву. Будем надеяться, что Путин решит эту проблему до того, как такой крайний способ будет применен. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день, Александр. Слушайте, пожалуйста, наши олигархи под свои активы взяли на Западе огромные суммы. Если они не смогут их отдать, кому отойдут эти предприятия? Это хороший вопрос. Я склонен считать, что государство должно эти предприятия обанкротить и взять их на себя, соответственно, по долге отдав олигархам. Как это сделать, я думаю, что технически это возможно, потому что, как это, например, в Соединенных Штатах Америки главная задача в банкротстве — сохранить работающее предприятие. Вот из этого и нужно исходить. Исходить.